Здравствуйте! В эфире события в студии Андрей Трой. Смотрите в выпуске. Бомба под Сбербанк. Глупая шутка или месть за кредит? Образование на подъеме. За какие успехи студентам вручили губернаторские премии? От 10 до нуля. В Самаре запущен обратный отсчет до начала выборов. Самарцы не смогли сегодня вылететь домой из столичного аэропорта Домодедова. Там произошло задымление, парализовавшее работу воздушной гавани на несколько часов. Шесть рейсов в Самару задержаны, четыре отменены. Сообщается, что самолеты смогут вылететь из Домодедова не ранее 11 часов вечера. Злая шутка или попытка отомстить банкерам? Неизвестный сообщил о бомбе в одном из отделений Сбербанка. На место происшествия оперативно выехали все спецслужбы города. Сергей Кизоркин продолжит. Вместо кассира с деньгами на входе в банк Павла Михайловича встречал вооруженный охранник. Мужчина рассчитывал получить пенсию, но пришлось возвращаться домой с пустыми руками. Я в деревне в основном проживаю. Вот приехал в город, а в кармане три рубля. Что теперь делать будете? Пойду и страчу последние три рубля. Рабочее утро началось, как обычно. Сотрудники банка выдавали кредиты и принимали платежи, когда сработала сигнализация. Следуя инструкции, они вышли из здания. Обычно рабочий день, и тут пожарная сигнализация сработала. Все быстро, оперативно вышли. Почему сработала сигнализация сотрудникам финансового учреждения, никто не объяснил. Через несколько минут после сигнала тревоги все спецслужбы города оказались на месте ЧП. Девять спецмашин, спасатели, медики, полиция. Силовики объяснили. В полдень им позвонил неизвестный и сообщил о заминированном банке. В основном это совершают или лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, или подростки, которые, к сожалению, не понимают, насколько это трудоемкая работа. Проверка банка показала, тревога была ложной. Бомбу не обнаружили. 70 сотрудников вернулись на рабочие места. Оперативники определили, из какого номера звонил телефонный террорист. Сейчас ведутся его поиски. Неизвестному грозит срок до пяти лет. Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События. Молодые специалисты – наше будущее. Глава Самарской области встретился со студентами и преподавателями трех самарских вузов. В ходе общения глава региона подчеркнул важность подготовки квалифицированных специалистов и улучшения образования в регионе в целом. Тем, кто уже достигли успехов в учебе, губернатор вручил сертификаты о назначении специальной губернаторской премии. Наш корреспондент продолжит. Вырастить достойную смену, чтобы занимать место в числе конкурентоспособных регионов страны. Такую задачу губернатор Николай Меркушкин ставит перед ведущими вузами области. По словам главы региона, чтобы реализовать далеко идущие планы, необходимо со студенческой скамьи формировать сознание тех, кому предстоит воплощать их в жизнь. Мы должны готовить очень хороших учителей, чтобы наше педагогическое образование подтягивалось и подтягивалось, потому что оно, еще раз хочу сказать, создаст основы будущего. Какого школьника мы потом выпустим, с какими знаниями. И все это определит во многом будущее не только области, а во многом, может быть, и страны. Тем, кто уже сделал первые успехи в учебе, глава региона вручил сертификаты о назначении премии губернатора. Ее удостоились 16 студентов трех самарских вузов. Ребята, в свою очередь, отметили вклад главы региона в их достижения. Уже на протяжении трех лет на территории Самарской области проводится молодежный форум Приволжского федерального округа Иволга, куда собирается более двух тысяч человек со всего округа защищать свои социально значимые и инновационные проекты. Хотелось бы еще раз искренне поблагодарить вас за то, что вы делаете на благо нашей молодежи, сказать вам, что мы это очень ценим. На встрече с главой региона присутствовали около тысячи студентов. Многим из них уже исполнилось 18. Это тот возраст, в котором, уверен губернатор, формируется собственное мнение. Свою позицию ребята могут выразить на предстоящих выборах в районные советы депутатов. Они пройдут 13 сентября. Павел Баймаков, Артем Сулайманов. События. Поддержку в денежном эквиваленте от губернатора получили и авторы проектов в области культуры и искусства. Ежегодно из областного бюджета выделяют почти 4 миллиона рублей на гранты. Какие проекты получили поддержку губернатора, расскажет наш корреспондент. Мы родины были достойны. Книга самарских ветеранов о Великой Отечественной войне вышла в свет в год 70-летия Победы и год литературы. Пока ее тираж полтысячи экземпляров. Но уже совсем скоро ее можно будет почитать во всех библиотеках губернии. Это действительно свидетельство людей, бывших на войне. То есть по войне там пишут, многие представляют. А вот это свидетельство очевидцев, которые еще более того не просто свидетельство, а это свидетельство художественного смысл. Губернские гранты получили авторы 9 проектов в области культуры и искусства. Каждый по 250 тысяч рублей. Уровень культуры – это основа основ определяющих состояние общества, будущее общества. И, конечно, мы будем делать все, чтобы общая культура людей поднималась. Стипендии, губернаторы и премии особо отличившимся работникам во всех сферах вручают ежегодно. При поддержке областного правительства в губернии проводится множество фестивалей, многие из которых получили статус международных. В регионе учредили звание «Заслуженный артист Самарской области» и «Заслуженный работник культуры». В прошлом году появилось и звание «Народный артист Самарской области». Первая народная артистка губернии Юлия Денисова тоже среди получивших губернский грант. Живи, народ, живи! Живи, земля, живи! Живи во все века! Марина Матвеевична, Дмитрий Мешканцов, События. Молодежь выбирает рабочие специальности. Зарплаты здесь выше, чем во многих гуманитарных сферах, и найти работу гораздо проще. На заводы к станку приходят даже дипломированные экономисты. Освоить новую специальность помогает в учебных центрах прямо на предприятиях. Как в Самаре реализуется программа по снижению напряженности на рынке труда, проверили представители Федеральной службы по труду и занятости. Достойная зарплата, социальные гарантии, перспективы карьерного роста. Причина, по которой Александр Павлов, информатик-экономист с высшим образованием, пошел работать на завод. Трудоустроиться по специальности не смог. Карьеру начал с должности ученика. Параллельно осваивал новую профессию в учебном центре завода «Кузнецов». Обучение происходит во время работы. То есть я утром обучаюсь, после учебы иду работать. Приходит на работу учеником, назначается наставник, который обучает непосредственно на рабочем месте. Во время учебы, а она длится три месяца, новым сотрудникам выплачивают зарплату. Подготовку специалистов из других областей в таком формате называют опережающим обучением. Его проводят по программе, направленной на снижение напряженности на рынке труда Самадской области. К программе подключились 77 предприятий и организаций. За год планируется переобучить около 3,5 тысяч работников. На заводе по производству авиационных, ракетных, газотурбинных двигателей нехватки кадров нет. Рабочие профессии вновь набирают популярность среди молодежи. Но новые задачи требуют высокой квалификации сотрудников. У завода очень большие программы, очень большие заказы. Это требует профессиональных кадров. Это рабочие профессии. Но сейчас так прогресс быстро шагает вперед, что эти рабочие сегодня выполняют уже функции инженерные. Самарский завод «Кузнецов» стал одним из первых в стране, где будет уже в сентябре внедрена система дуального образования. Учащиеся четырех самарских техникумов параллельно с теорией начнут осваивать и практику у станков. А когда получат образование, будут гарантированно трудоустроенные на заводе. Марина Кравцова, Станислав Левин. События. Десять дней до выборов. В Самаре запущен обратный отсчет до момента, когда откроются избирательные участки. Все участники кампании и неравнодушные к судьбе города самарцы призывают всех исполнить свой гражданский долг. Подробности у Марианы Мирной. Ровно десять дней остается у самарцев, чтобы определиться с выбором, кому они доверят судьбу родного города. Сегодня здесь те, кому не все равно, неравнодушные жители, которые любят Самару. Следить за информацией о выборах можно на экранах города. Угол проспекта Ленина и улица Осипенко. Люди собрались вместе. Самара стоит на пороге значимого события. 13 сентября жителям столицы региона предстоит сделать важный выбор. Определить составы районных советов депутатов, которые появятся в каждом из девяти районов города. Близкая власть, которую жители будут знать в лицо – главная цель реформы местного самоуправления. Со вчерашнего дня у нас идет досрочное голосование. Но 13 числа впервые за 25 лет в Самаре пройдут выборы в районные советы. Большое количество неравнодушных людей. Мы всех призываем от имени администрации городского округа Самары прийти, отдать свой голос. Каждый голос важен для нас. Каждый голос – это вклад в развитие нашего города. Неравнодушные активные самарцы на собственном опыте знают, что чистый, красивый и благоустроенный город мы должны строить и сами, совместно с властью. Люди пришли на митинг, чтобы призвать всех исполнить свой гражданский долг. Либо мы приходим и голосуем за тех, кто нас устраивает, либо мы не приходим и за нас кто-то голосует за тех, кто нас не устраивает. Мы с вами понимаем, что мы выбираем ту власть, которая будет учитывать наши интересы и работать на благо нас, с вами, горожан. 13 сентября я вас призываю прийти на выборы, потому что твой выбор – твое будущее. Будущее Самары в руках ее жителей. Объединив усилия народа и власти, можно изменить город и уровень жизни в нем. 13 сентября в Самаре состоятся выборы депутатов в районные советы. До выборов осталось 10 дней. Марьяна Мирная, Артем Сулайманов, События. В Самаре стартовали работы по перекладке трамвайных путей на пересечении Московского шоссе и Нововокзальной. Рельсы перекладывают параллельно с ремонтом дорожного полотна. Пути делают по новой технологии, что позволит снизить шум при движении трамваев. На участке между улицами Новосадовая и Фадеева по Нововокзальной движение трамваев временно закрыто. Поменялся порядок следования маршрутов 7, 20 и 20к. В будние дни и 11 и 12 в выходные. Как только работы будут закончены по переустройству трамвайной линии, маршруты трамваев будут восстановлены в полном объеме. На прежней трассе следования вернутся в вагоны. В Самаре на завершающей стадии ремонт путепровода на 116-м километре Куйбышевской железной дороги. Работы стартовали в апреле. Их окончание запланировано на 15 сентября. Такого масштабного ремонта этого моста не было более 25 лет. Павел Баймаков подробнее. Работы по ремонту путепровода стартовали в апреле. На мосту поменяли 4 деформационных шва, восстановили гидроизоляцию опор. Сейчас работы подходят к завершающему этапу. Старое изношенное асфальтовое покрытие сняли на его месте, укладывают новые. Этот вид асфальтобетона массово начал применяться в этом году только. Но, тем не менее, уже полностью зарекомендовал себя как крайне удачный. И прежде всего за счет улучшения эксплуатационных характеристик. Работы по ремонту моста ведутся только в ночное время суток, когда поток автомобилей резко снижается. Скорейшее восстановление путепровода крайне важно для жителей города. Водители это понимают и к неудобствам относятся с пониманием. В этом районе много заводов. Густонаселенная 116 и Сухая Самарка. Эта дорога соединяет эти два района города. Путепровод на 116-м километре Куйбышевской железной дороги был построен четверть века назад. Масштабный ремонт здесь делается впервые. Очень плохая была дорога. Гремело все, яма, хабы. Сейчас смотрю, сделали, подремонтировали. Ездить приятно стало. Нормальная дорога. Подрядчик уверен, асфальт прослужит гарантийные пять лет и даже больше. Все работы по ремонту путепровода обещают закончить к 15 сентября. Марьяна Мирная, Павел Баймаков, Максим Гусев. События. В связи с многомиллиардными долгами самарцев за услуги ЖКХ и многие ресурсосберегающие компании переходят на прямые расчеты с населением. Таким образом деньги, минуя управляющие компании, напрямую будут поступать на счета поставщиков воды, тепла и электроэнергии. На новую форму оплаты перешли компании СКС и Самара Горэнергосбыт. Переход на новый уровень работы позволяет контролировать денежную массу. Если раньше управляющая компания могла не заплатить просто ни копейки, а зарплату мне надо платить каждому месяцу сотрудникам, воду поднимать, подавать ее в каждую квартиру. То здесь у меня есть гарантия того, что никто эти платежи не уведет, они идут напрямую на расчетный счет. Проголосовал? Получи ремонт. За активность на прошлых выборах жители дома 102Б на Галактионовской получили досрочный ремонт своего дома. Свежая штукатурка и побелка преобразили невзрачную сталинку. Все подробности в сюжете. Облупленный фасад, да еще и в некрасивых надписях, теперь в прошлом. Дом 102Б по улице Галактионовская постепенно приобретает новый облик. Работы идут почти круглосуточно. Зданию больше 80 лет. Жители припоминают, последний ремонт здесь был в далеком 68-м году. Мы пытались своими силами каким-то образом там замазать, закрасить, где-то плакатик какой-то, но нам это не удавалось. Вот, а сейчас мы думаем, что все будет замечательно. Нам нравится, как работают ребята. Слаженно, дружно, интенсивно. И, в общем-то, мы хотим его увидеть, свой дом красивым. На работы выделено больше трех миллионов рублей. Ремонт жители получили в подарок за активную гражданскую позицию. В Самаре в эту программу попали еще 200 объектов. Дома, более 80% жителей которых, пришли на выборы в сентябре 2014 года. С идеей поощрить их вышли управляющие компании региона и нашли поддержку властей. Средства выделены из областной и городской казны. Согласно программе, можно привести в порядок фасад, подъезд или двор. В районе 84 дома у нас таких насчитывается. И я думаю, все дома до конца года должны получить капитальный ремонт. Поощрять активную гражданскую позицию продолжат и дальше. После выборов в районные советы программа может пополниться новыми объектами. Валерия Макарова, Павел Пресняков, События. Второй день тишины. В музее Алабина показали фильм бельгийского режиссера «Женщины между собакой и волком». О том, как война калечит судьбы людей и убивает все, даже любовь, самарцам рассказали с экрана. Ей было 9, когда началась война. Елизавета Николаевна Устинова до сих пор вспоминает, как, услышав объявление по радио, плакали женщины. А на следующий день бойцов провожали на фронт. На грузовых машинах постелили доски, и они сидели, и целая колонна пошла, повезла наших отцов. И мы вот с мамой смотрели, чтобы там до свидания сказать, помахать или что, не смогли найти. Потому что машины быстро-быстро ехали. «Женщины между собакой и волком» – фильм, рассказывающий о судьбе женщины, чей муж стал солдатом армии вермахта. Сама она приютила в доме участника антифашистского сопротивления. Трагедия и драма отдельно взятой судьбы. Фильм, в котором нет ужаса войны, в котором мы с вами привыкли, нет взрывов, нет убийств. Фильм больше психологический. Фильм, показывающий, как война отражается на жизни конкретного человека. Фестиваль «Тишина» проходит в рамках проекта «Самара. Запасная столица». Его организовало агентство коммуникации «Протон». Помимо кинокартин, которые привезли на фестиваль, был организован спортивный праздник. Создана школа экскурсовода-волонтера. Телеканал «Самара ГИС» выступает информационным партнером Международного кинофестиваля антивоенных фильмов «Тишина». Алина Чемерис, Сергей Баскин, События. «Самара. Дипломатическая». Экскурсионный маршрут с таким названием появился в городе на один день. Он разработан в рамках фестиваля антивоенных фильмов «Тишина», который сейчас проходит в областной столице. В самые напряженные годы войны, с 1941 по 1943, в Куйбышев были эвакуированы дипломатические миссии 22 стран. В запасной столице решались важнейшие политические вопросы, велись переговоры между послами стран-союзниц. Найти информацию о том времени не так легко, многие документы до сих пор засекречены. Большая работа проделана студентами Самарского госуниверситета, которые и готовили экскурсию. Первым гостем на маршруте стал посол Болгарии Бойко Коцов. Спасибо большое всем этим молодым людям за то, что они сохраняют память, за то, что они доносят не только до молодых людей эти знания, но тоже напоминают нам, более взрослой. Люблю Самару за ее архитектуру. Так в любви родному городу признался участник нашего конкурса «Самара-429» с ником «Сур». Он разместил прекрасный снимок старинного здания с золочеными барельефами на фасаде. И он прав. В плане архитектуры Самаре есть чем гордиться. Напомню, что в конкурсе нашего канала участвуют снимки с признанием в любви к Самаре и хэштегом «Самара-429». Победителей мы определим после 10 сентября, а награждение призами от партнера конкурса компании «Ситилинг Самара» пройдет 13 сентября на главной площадке празднования Дня города. Удачи всем участникам! Нам требуются профессиональные журналисты и телеведущие. Своё резюме присылать по адресу info.samaragis.ru А теперь время спорта, и я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин, и значит вы смотрите «Самарские новости спорта». Вставай и беги, в Самаре пройдет благотворительный марафон. Самарские теннисистки с трудом преодолевают открытый чемпионат США. Игрок волейбольной «Новы» выиграл чемпионат мира. Волейболист новокубышевской «Новы» выиграл чемпионат мира. Иван Подребинкин вместе с мужской сборной России Ю-23 впервые в своей истории завоевал золотые медали молодежного чемпионата мира. В финале они победили сборную Турции со счетом 3-1 по партиям. По ходу турнира россияне по очереди оставили неудел команды Турции, Бразилии, Аргентины, Мексики и Италии. Самарченко Анастасия Павлюченкова покидает чемпионат США по теннису. 25-я ракетка мира потерпела поражение от эстонки Аннет Кантовейт. Во втором раунде соперница занимает 152 место в рейтинге. Счет по партиям 5-7, 4-6. Зато Дарья Касаткина прошла в третий круг соревнований. Тольятенко выиграла у хорватки Анны Конюх 6-4, 6-4. Следующая соперница Касаткины и станет известна после матча. Баяна Иовановски, Сербия, Кристина Младенович, Франция. В пятницу с 5 до 9 вечера по Волжскому проспекту улицам Вилоновская, Молодогвардейская, Полевая пройдет благотворительный марафон «Вставай и беги». Дистанцию можно выбрать любую – 5 или 10 километров. Приобщиться к здоровому образу жизни сможет каждый. Ведь собранные деньги пойдут на благоустройство спортивных площадок и поддержки инициатив физкультурников Самары во дворе, микрорайоне и в целом городе. Стартовый взнос – 1500 рублей. Успей пробежать свою благотворительную дистанцию. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Внимание! Телеканал «Самары ГИС» теперь доступен жителям третьей просеки, а также микрорайонов «Крутые ключи» и «Шведская слобода». Настройте «Самары ГИС» в кабельной сети ЭГС-телеком на частоте 255 и 25 МГц или установите автоматическую настройку каналов в базовом и расширенном пакетах. Всего доброго! До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова